На защиту детства встали и депутаты Государственной Думы. Народные избранники предлагают ввести наказание за интимную переписку с детьми в социальных сетях. Подробнее об этой и других законодательных инициативах смотрите в обзорном материале нашей программы. Отказ от продажи ОСАГО обойдется страховщикам в 500 тысяч рублей. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях до конца недели внесут на рассмотрение Госдумы. Согласно им предусматривается финансовая ответственность за необоснованный отказ от заключения договора ОСАГО. Или же навязывание дополнительных услуг во время продажи автогражданки. В соответствии с законопроектом штраф для страховщиков составит от 100 до 500 тысяч рублей. Под его действия попадает также деятельность страховых агентов и брокеров, через которых приобретается страховой полис. При принятии закона сумма штрафа для них составит 5 тысяч рублей. Если Госдума одобрит такие поправки, то в силу они вступят в конце текущего года. До 12 лет лишения свободы получат педофилы за интимную переписку с детьми в интернете. Законопроект рассмотрят депутаты Госдумы. Авторы инициативы уверены, несмотря на то, что прямое физическое взаимодействие с ребенком отсутствует, такие действия нельзя считать безопасными. По статистике, каждому второму ребенку старше 7 лет в соцсетях домогались педофилы. Каждому третьему присылали непристойное фото и видео. Принятие этого законопроекта поможет снизить количество нераскрытых преступлений. В России может появиться еще один омбудсмен по защите прав военнослужащих. С таким предложением к президенту обратились члены Общественной палаты Российской Федерации. По их мнению, у военнослужащих должен быть законный представитель, который будет отстаивать их интересы и законные права, а также докладывать президенту о реальном состоянии дел в армии и воинских частях. Предполагается, что омбудсмены будут рассматривать жалобы не только военнослужащих, но и кадетов, курсантов военных училищ, призывников и их родителей, а также всех, кто тем или иным образом связан с воинской службой. По мнению общественников, это позволит снять излишнее напряжение, которое складывается вокруг армии.